В прошлом выпуске я рассказывал о том, как тормозить на мотоцикле в идеальных условиях. Сегодня речь пойдет о торможении на скользком покрытии. Максимально эффективное замедление описывается под этой формулой, которая вам ни о чем не говорит. Поэтому я покажу проще, но сперва нужно сделать несколько преобразований. Это самый важный график. Здесь загрузка колес во время торможения, а это общая эффективность торможения. В состоянии равноускоренной езды вес байка приблизительно одинаково распределен между осями мотоцикла. Когда мы тормозим, переднее колесо мотоцикла загружается, а заднее разгружается. Самое эффективное замедление достигается при максимальной загрузке переднего колеса. Но это возможно только в том случае, если коэффициент сцепления резины с поверхностью максимально высок, а если он ниже. Идеальные условия это прогретый гоночный слик на чистом треке. Примем в данном случае коэффициент равным единице. В городе на сухом асфальте коэффициент сцепления колеблется от 0,6 до 0,9. Мокрый асфальт 0,4. Мокрые линии разметки, песок, какашки 0,2. Мокрый металллюков, рельс и прочих металлоконструкций 0,1. Как видите, этот график очень похож на предыдущий. Но в данном случае я разместил по горизонтали сцепление резины с асфальтом, не более. Для примера возьмем мокрый асфальт. Максимально эффективное замедление будет достигаться при развесовке 70-30 и примерно 40-процентной общей тормозной силы. Песок, развесовка 60-40 и примерно 20% тормозной силы. Но поскольку у вас нет имплантированного 8-ядерного процессора, то цифры и графики скорее всего не помогут вам в действительно сложной ситуации. Просто запомните, чем более скользкое покрытие у вас под колесами, тем больше задействуйте задний тормоз, пропорционально уменьшая общую тормозную силу. Ну, как-то так. Ни в коем случае не оставляйте себя на воле судьбы. Выровняйте мотоцикл, оттормаживайтесь на грани блокировки колес. Я уверен, что все печальные последствия обойдут вас стороной. Некоторые мотоциклисты говорят, что только укладывание байка на асфальт позволило избежать им более серьезных последствий на скользкой дороге. К сожалению, все проблемы они создали себе сами. Да, если на асфальте густая песчаная присыпка, то тормозной путь увеличится в пятеро. Но на боку мотоцикл, во-первых, не управляем, а во-вторых, проскользит в 10 раз дальше. Другие пишут, что траектории скольжения упавшего мотоцикла можно управлять. Вы заметили, как мастерски эти байкеры силой мысли управляли траекторией скользящего мотоцикла? Не обращайте внимания на это. Скорее всего, так и было задумано. В следующем выпуске мы можем рассмотреть одну из трех тем, какую именно выбирайте сами. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok